Вы знаете, вообще-то в мире, в мире есть два человека, которых я лично уважаю. Это американский еврей Моузес Браунинг. Это изобретатель, он и пулеметы делал, и винтовки, и пистолеты. Вот 911-й Кольт. Ну, Кольт – это фабрика. А это Браунинг образца 1911 года. Ну, вот у меня здесь нет, но так он существует. Вот. Моузес Браунинг, и вы знаете, наш советский Фёдор Михайлович Токарев. Если бы вы знали его жизнь, он мало кто знает. Представляете, он в русско-японскую войну был воспитанником, в армию пошёл, воспитанником в казачьем полку в вооруженной мастерской. Он постоянно с оружием и всё такое. Но это в русско-японскую войну. А в Первую мировую, представляете, он сказал, а что это мы с этими патронами и всё такое? А давайте сделаем полуавтоматическую. Тиму. Ты чё, дурачок, крестьянин, блин. Патроны будут тратиться. И отказали. А Токарев себе, эта сапка, Фёдор Михайлович, я всё равно сделаю. И когда власть поменялась, дураки ушли. И вот он в 30-х годах стал разрабатывать. И на свет появилась светотокаревская СВТ. Вот, были комиссии и всё такое. И всё выяснилось, что наше СВТ... И вот можете представить, в наше СВТ газовая камера, вот эта вверх, это наверху. Как у наших калашников, как у всех, так оно, представляете, как в современной Швейцарии винтовки делают, только по этой схеме. Сверху газовая камера, даже американцы, у них была газовая камера снизу. Гарант один сделал эту винтовку, у него газовая камера снизу. Но уже этот СТО он сделал свой М16 с газовой камерой сверху. Короче, это такие вещи, которые ортодоксально всё решали. Он посмотрел на кольт 911. Чё это за говно? Давайте-ка я свой сделаю. И сделал наш ТТТ, Тульский токарев. Представляете? Во-первых, он на килограмм меньше по весу. Он этот самый, на пять деталей меньше. Вот, это в этом самом считается очень дорогим, что вот это всё придумать. И самое главное, формировался, вот у меня был настоящий ТТ в этой, в картонной коробке оригинальной. Он комплектовался с этим, со вторым стволом. А для чего? Оказывается, за счёт вот этого пистолетного патрона, 7,62 мы типа французский, 7,65 у этих самых, у немцев был. И он с этим, который ППШ стрелял патроном, он токарев разработал вот этот пистолет под этот патрон. Так вот, за счёт конструкции, за счёт такой оказалось, что он просто страшный, скоростной. Он просто стволы изнашивались. Поэтому второй ствол и выкручивался. Почему эти стволы бандиты любили? Надо, допустим, не выбрасывать пистолет целиком. Ствол выкрутил, другой вставил. Вот у тебя бандитская тема есть. Всё это есть. Но это всё говорит о гениальности нашего Фёдора Михайловича.